Приветствую всех любителей DIY музыки на этом чудо канале. Продолжаем собирать модульный синтезатор своими руками. В этот раз эти руки собрали DIY модуль, который называется Sample End Hole, модуль выборки и хранения. Этот модуль запоминает напряжение в определенный момент времени. Как вы видите, я собрал три разных модуля. Первый модуль собран на Arduino Nano, второй модуль собран на микросхеме TL074 и третий модуль собран на трех микросхемах TL072. В нем также уже встроены белый и розовый шум. Принцип работы модуля Sample End Hole. В модуль мы подаем гейт сигнал, LFO или noise, также подаем триггер сигнал. Выход с модуля посылаем на осциллятор. Запоминающим элементом в модуле Sample End Hole является конденсатор. Для зарядки конденсатора в схеме используется полевой транзистор. С помощью триггера сигнала мы управляем затвором полевого транзистора. Таким образом конденсатор заряжается и разряжается. В модуле, где стоит Arduino Nano полевой транзистор будет заменять сам контроллер. Все схемы и описание я нашел в интернете и ссылку выложу под видео. Давайте подробнее расскажу из чего состоят данные модули. Первый модуль собран на Arduino Nano. Я собрал на одной панели два модуля. Я расскажу за один. Перечень деталей такой же и для другого модуля. Три аудиогнезда для входящего сигнала, выходящего и триггер сигнала. Тумблер для переключения между режимами Hold Mode и Track Mode. И светодиод для визуализации входящего сигнала. Все компоненты такие же самые для следующего модуля. Давайте покажу что внутри. Перед установкой платы Arduino нужно залить прошивку. Также стоят четыре резистора, два транзистора и два конденсатора. И в принципе все. Модуль готов. Схема сборки тут не сложная. Главное быть внимательным. Все аккуратно прикрепил на панель вырезанную из композита и получился вот такой модуль. Следующий модуль построен на микросхеме TL074. Также понадобится три аудиогнезда для входящего сигнала, выходящего сигнала и для триггер сигнала. Также стоит переменный резистор для изменения уровня входящего сигнала. Как я уже говорил, сам модуль построен на микросхеме TL074. Это четырехканальный операционный усилитель. Также стоит шесть резисторов различного номинала, два диода и два керамических конденсатора. И полевой транзистор. И в принципе модуль готов. Схема тоже не очень сложная. За пару часов можно собрать. Также прикрепил на панель вырезанную из композита и вышел вот такой модуль. И последний модуль состоит из пяти переменных резисторов, где первые два переменных резистора отвечают за громкость белого шума и розового шума, уровень проходящего сигнала и два переменных резистора отвечают за изменения в самих настроях выходящего сигнала, которые идут уже на осциллятор. Также идет шесть аудиогнезд. Давайте покажу, что внутри. Модуль построен на трех операционных усилителей TL072. Это двухканальный операционный усилитель. White и Pink Noise построены на двух транзисторах 2N3904. Также стоит 23 резистора различного номинала, один диод и семь конденсаторов различного номинала. И полевой транзистора, который управляется триггер сигналом. Сперва я поставил транзистор как указано в схеме. Это 2N3819. Но модуль работал некорректно. Я заменил его на другой транзистор, с которым он заработал нормально. Схема довольно сложноватая и нужно быть внимательнее, чтобы все правильно собрать. Если получилось у меня, то получится и у вас. Давайте подключим и послушаем, как они работают. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как звучит белый шум И давайте послушаем как звучит Pink Noise Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок И давайте теперь за место LFO Пустим сюда noise Субтитры сделал DimaTorzok Вот в общем вышли такие три модуля Которые можно собрать самому Довольно не сложно И поэкспериментировать с музыкой Всем творческих успехов Не стойте на месте Всем удачи, пока!